Всем привет, друзья! Меня зовут Руслан, вы на канале GBG. Будем сегодня проходить третий Иерусалим техподдержка. Что хотелось бы сказать по поводу карты. Карта достаточно легкая. Будем играть оператором дрона, вот таким вот билдом. Собственно, что по карте? Карта проходит абсолютно любой класс, без проблем, у которого есть урон. Здесь, в принципе, абсолютно во всех частях карты вам надо просто-напросто, чтобы хватало урона. То есть, первая волна, если у вас хватает урона, то есть вы играете там на каком-то стрелке с хорошим аимом, или же истребителе через РПГ, или подрывнике. Собственно, абсолютно не важно. Также здесь хорошо играет технарь через ботов, оператор дрона. Собственно, здесь фишка в том, что боты в основном бегают за вами. Их можно прикрыть гранатой, можно под гранатой провести деда. То есть, технарь здесь объективно, если играть через ботов, он лучше, чем оператор дрона. Но есть один нюанс. Нюанс заключается в том, что вы должны найти пробивной заряд, собственно, для того, чтобы открыть дверь и получить Тир-3 оружие. То есть, и фишка в том, что для того, чтобы реализовать технаря, вам надо какое-то оружие, которое стреляет одиночными. И если за дверью не будет, собственно, вот этого Тир-3 оружия, то, скажем так, технарь, он проседает по урону. В отличие от оператора дрона, который бафает, собственно, за счет чего оператор дрона силен. За счет того, что он бафает огнестрельное оружие. То есть, у вас боты наносят на 15% больше урона. И еще плюс ко всему стреляет дрон. То есть, урона получается реально много. С учетом того, что вы можете себе подобрать какую-то Тир-3 пушку, у вас урона будет хватать, то вы можете спокойно повесить, собственно, всех дронов на ботов. И боты очень сильно бафнутся. Их не будет убивать там какой-то таран, еще что-то такое. Здесь также очень важно изначально не шуметь. Желательно там разминировать все мины. Я думаю, что я так и сделаю. Будем играть именно вот так вот. Я не хочу заморачиваться, собственно, на каких-то других классах с этим разминированием. Потому что можно, собственно... Ну, на это уходит, объективно, намного больше времени, чем хотелось бы. Потому что все бежать, все собрать. Здесь, опять же, вам нужна аптечка. Вам, то есть, надо найти ящик. Вам желательно найти какое-то второстепенное. Вам нужен второй пробив. И, собственно, друзья, это все побегушки. И какой-то ловец может разбиться, побежать на вас, взорваться обмину. Еще какой-то зомби может сагриться, взорваться обмину. Поэтому желательно мины все убрать изначально. Если вы играете каким-то подрывником или же истребителем через клейморы, то можете их убирать и сразу ставить, собственно, менять на свои. Потом, когда появится волна, вы, фактически, ее одними клейморами уничтожите. Собственно, сейчас я предлагаю стартовать. И погнали. Сейчас все более детально объясню. Карта не сложная. Это, объективно, самая легкая карта вообще из всего Иерусалима. То есть здесь вам достаточно просто зажать кнопку, навести мышку на волну. И главное, чтобы у вас при этом хватало урона. Какой-то ультра скилл здесь показывать не надо. При том, что последний дефт там еще есть и, собственно, переключатели, которые вам помогают дефить. И так, друзья, стартуем. Сразу себя дроном и начинаем защищать мины, потому что, ну, мне лень на самом деле это обезвреживать, как-то оббегать или что-то такое. Так, что у меня с пробивом здесь. Здесь на ловец сейчас будет, и мы какому-то нашему коллеге еще дрона дадим. И будет обезвяживаться все в разы быстрее. Этот родец у нас за углом сидит. Отлично. Даем чуваку с винтовкой. И теперь, когда у нас толпа, мы можем спокойно все обыскивать. Нам найти аптечку. И надо найти еще пробивной дополнительный. Так, этих ребят я сразу обыщу. Потому что я не хочу сюда возвращаться. Нет. Так, и осмотрим пробив. Все, что мне надо, это пробив и аптечка. Пробива нет. Не прикольно. Что ж, обысковываем этого чувака. Здесь аптечка нет. А где ящик? Я, судя по всему, где-то вот он. Пробива нет. Мне что там не особо, друзья, нравится то, что там осталось одно место, и я до сих пор не увидел ни одного пробива. Я слышу луркера. У меня ничего здесь нет. Интересно. Если здесь не будет пробива, это будет очень плохо. Есть второстепеночка. И здесь нет пробива. Ну, все, друзья. Это будет потно. Потому что без этого пробива проходится это, ну, реально, нихуя не легко. Скажем так. Он может еще быть, конечно, в другой стороне. В плане... Я этот его вроде пиздюка не обыскивал. Интересно. Так. Отлично. Отлично. Получается, если честно. Я открылся, чтобы подойти? Док, где ты идешь? Смотри, я вернусь! Я вернусь! Я вернусь! Это сделано. Это сделано. Я вернусь! Я вернусь! Я вернусь! Я вернусь! Это сделано. Я вернусь! Я вернусь! с этим нас этим пиздец не пройдешь уже 100 миномет херня полная блять но с дробовиком это блять анарил я и запрещено стрелке был это еще бы как-то было возможно давайте я попробую выложить дробовик и возможно возможно там пушка будет хорошо бы полечить бота но на блять пушка то важнее есть пушка отлично отлично не все так просто вот в друзья многоходовочка и просто обыкновенное знание игры так что на пользуйтесь так даем деду карту стоим здесь чтобы боты собственно когда будут занимать позицию вот они еще станут рядышком постреляем немножко нас пулемётика а У меня нету теперь три пушки. И это, это пиздец, как плохо. Отлично. Берем по трошке. Берем по трошке. Берем по трошке. Берем по трошке. сэванули ботов и все у нас не плохо сэванул ботом и у бота все стало неплохо все отлично был попытан это не про меня так тебя дружок я предлагаю полечить аптечек нет нихуя есть ящик здесь крысы на похуй электричка зеленые пидорасы здесь ботами будет легко очень много урона на крикуна внимание не обращаем и Продолжение следует... Нинфераси, он еще и крикуна убил. Так, половину мы пережили. Очень неплохо. Есть. На бомбер. Блядь, это серьезно? Блин, у тебя дрон, блядь, разрядился на этой херне. Охуеть, еще ящик внизу. Блядь. 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 С автоматом, блядь. Надо было бабе дрону дать. Так, все, погнали активировать терминал. Вот это я пришел, блядь. Иди сюда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Бабу потерпи, мне бы тоже аптечка не помешала Берем патрушки Бабу потерпи, мне бы тоже аптечка не помешала отлично все неплохо блять 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 Та же самая система, отстреливаем тех кто на повыше, именно тех кто лезет. Так, осталось буквально понты. Та же самая система, отстреливаем тех кто на повыше, именно тех кто лезет. Не особо они там как-то зарешали. Тот же самый, допустим, какой-то подрывник, стрелок, он очень себя неплохо показывает с учетом того, что помните, не надо стрелять в кучу, надо стрелять только в тех, кто непосредственно вот-вот залезет. Вы видели как это работает? Чем меньше их бежит на вас, тем вам проще это дефить. Потому что те, что там тусуются внизу, они не в приоритете. Потому что пока вы убиваете их, собственно, ребята перепрыгивают через забор и начинают вас непосредственно уже щемить. Я надеюсь, это было интересно. Спасибо за просмотр, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайк, жмите колокольчик. И, собственно, увидимся уже в Москве.